Всем привет, друзья! Вы на канале Столица Мира. Меня зовут Анатолий Власов, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В этом видео мы с вами пойдем в американский ресторан, где предлагают безлимитную еду, где вы платите один раз небольшую сумму и можете есть все, что там есть. А там есть и десерты, и морепродукты, и мясо, и рыба, и салаты. В общем, вот все, что душе угодно, поэтому подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, поставьте жирный-жирный лайк. А мы начинаем. Поехали! Ну что, друзья, мы пришли в Vegas Buffet, то есть это буфет, который называется Vegas. Это очень символичное название, потому что первые такие вот буфеты в Америке появились где-то в 40-х годах именно в Лас-Вегасе. То есть при казино, при отелях делали специально такие вот рестораны, где модель была следующая. Вы просто приходите, платите фиксированную стоимость. В данном случае мы заплатили 15 долларов 95 центов с человека, и мы можем есть абсолютно все, что захотим, все, что мы видим, все можно брать в неограниченных количествах. Модель эта интересна тем, что на самом деле люди едят намного меньше, в итоге все равно заведение зарабатывает. Но изначально модель, когда это появилось, предполагалось, что отели и казино будут зарабатывать на другом. А такие буфеты будут просто заманиловкой, чтобы люди, условно говоря, тратили меньше денег на еду, но при этом много денег оставляли в казино. Но модель стала настолько популярной, настолько прижилась она людям, что начали открываться такие вот буфеты, или их еще называют all you can eat restaurants, то есть ресторан, где вы можете съесть все, что сможете, начали появляться вообще во всей Америке. Практически в любом крупном и даже не очень городе можно найти много таких заведений. В Америке много сетевых заведений такого формата. И давайте посмотрим, что здесь есть. Берем тарелочку. Здесь, смотрите, здесь все сырое. Здесь все сырое. Мы просто накладываем, что считаем нужным. Например, вот здесь, что это какие-то кабачки, что ли, с огурцами. Накладываем, видите, пока это все сырое. Ой, поднял с пола. Правило 5 секунд не считается. Вот, и смотрите, здесь есть лосось, здесь есть куриная грудка, здесь есть стейк. Смотрите, какой сочный стейк. Ммм, класс. Берем стейк, кладем. Все сырое. И можем еще вот такое вот мясо положить. Смотрите. Класс, да? Так, и может быть, я не знаю, может быть вот этой лапши еще чуть-чуть. Давайте, да, еще чуть-чуть лапши. Вот так. И смотрите, что дальше происходит. Там вот стоит за стеклом человек, который все это жарит. Прям при вас. Поэтому сейчас мы ему все отдадим. И вот из этой сырой еды получится готовое. Ну что, получилась вот такая вот красота. Дальше у нас здесь суши и сашими. Здесь какие-то огурцы. Это салат из осьминога. Это авокадо. Да, так. Не споря. Так, вот Dragon Road. Очень вкусный он, я его помню. То есть, просто подходим и вручную все накладываем. Как в студенческой столовой. Только, мне кажется, она дешевле, чем студенческая столовая здесь в этом буфете. Так, это у нас crunchy roll. То есть, он такой обжаренный во фритюре. Вегетарианский ролл. Pink Lady. Тоже вкусный, там, с рыбкой. И немного остренький. Так, ну и, наверное, возьмем холодильфию, да? Смотрите, какая классная. Вот он. Огонь. Ну и давайте пару суши, а то это были роллы. Вот, возьмем масаго. Возьмем, наверное, ну, видите, здесь всякое это стандартное. Возьмем вот с креветками. Так, ну и посадим. Приходится вот такими методами, это, конечно, очень много. И вот здесь специальные штуки для соевого соуса и палки. Пойдем. Еда на самом деле здесь очень вкусная, потому что вы вот видели, как это прям при нас пожарили. То есть я уверен, что это мясо свежее. И реально очень вкусная, очень вкусная, сочная. Я не переживаю на счет качества еды. Я не знаю, как в других буфетах, но именно вот здесь, в Вегасе, в Вегас си-фуд буфет, который, вот мы сейчас в Глендейле, но он еще есть в Голливуде, прямо на Аллее Славы этот буфет. И оно хорошее. Что касается напитков, то напитки здесь, по-моему, стоят отдельно, ну буквально там пару долларов. То есть я вот заказал розовый лимонад, Pink Lemonade, это чисто тоже такая американская тема. Это надо отдельно доплачивать, но также можно взять кофе стандартно, как и в дайнерах, про которые я уже снимал видео про Деннис. Если не видели, то обязательно посмотрите, ссылка будет в описании. Здесь тоже кофе подливают, как и во всех американских других кафе и ресторанах. То есть кофе один раз платишь и просишь добавки столько хочешь. Поэтому прям, если будете в Л.А., что хотите поесть суши, чтобы не много потратиться, то в самый раз. Потому что, чтобы вы понимали, в Америке, если вы хотите пойти в ресторан, то, ну вот мы сейчас, например, в обед, ну это минимум 20 долларов с человека, 20-25, я бы так сказал, чтобы поесть. А тут 15-95. Очень недурно. Дальше, смотри, что у нас есть. Здесь есть dumplings, это, знаете, такие китайские пельмени. Собственно, прародители наших с вами пельменей. Очень вкусные. Обязательно попробуйте. Еще здесь соус есть для них. Ммм, класс. Картошка фри. Вот, смотри, тут прикольная штука. Это жареный банан. Такая вот штучка. Ну, забавно попробовать, если никогда не пробовали. Куриные крылья. Ну, тут, понятно, паста с морепродуктами. Рис. Дальше у нас брокколи с говядиной. Вот спаржа, прикольная штука. Аспаргус, они такие толстые здесь в Америке. И полезные, кстати. Дальше у нас это стручковая фасоль. Orange chicken. Если не пробовали никогда orange chicken, это такая курица по-китайски, в сладкой, такой апельсиновой, видимо, я не знаю, панировки. Ну, в общем, это очень специфический вкус. Попробуйте. Если, ну, увидите где-то. Здесь в Америке очень она популярна. Так, дальше у нас разная кукуруза. Это, получается, что это? Мидии, да, клэм. Мидии в этой, в ракарине. Потом вот тут крабы с солью и перцем. То есть, прям такие вот просто куски крабов. Мне краб не очень нравится, поэтому не буду. И у нас, получается, это какая-то пожаренная, какие-то маленькие рачки, судя по всему, да. Не похоже это на креветки. Это именно как маленькие рачки или нет? Или креветки. Какие-то креветки, а почему они красные? Не знаю, первый раз здесь это вижу. Дальше здесь такие вот димсамы. Это тоже такие китайские, видите, как пельмени. Видите, много видов здесь. Они есть даже сладкие вот эти вот. Тоже прикольно. Дальше у нас это яйцо вареное с какой-то рыбой, да, или с осьминогом. Дальше у нас говяжий бульон с говядиной. Это у нас крабовые такие, ну, с крабом что-то там. Видимо, овощи, еще что-то. Булка. Хлеб чесночный. Пюре. Итальянская паста. Белая рыба. О, вот это кукуруза. Надо сейчас для Сони взять. Пицца. Куда же без пиццы? Здесь у нас, по-моему, рис, да, просто белый рис. Дальше у нас есть типа шашлыка, то есть вот говядина, сосиски. Разные, есть вам даже халапеньо, перец. Жареный этот, жареный ананас. Тоже интересная штука. Попробуйте как-нибудь. Дальше у нас тут суп вон с морепродуктами. Есть какой-то острый, кисло-острый суп. Там вот еще мисо суп и клэм чаудер. Это такой, ну, прям специфический английский суп с мидиями. Дальше у нас тут целая секция сырой пищи. То есть здесь все можно наложить и намешать в салат. То есть, видите, помидоры, зелень, разные соусы. Шпинат, сыр. Вот целая сырная тарелка. Тоже можно наложить все это, сделать. По-моему, есть вино и пиво. Я не уверен, если здесь алкоголь. Ну, должен быть. Дальше у нас тут фрукты, киви, ананас, виноград, клубника, банан. С бананом, кстати, можно вот сделать такое вот здесь фондю. И смотрите, что мы делаем. Мы берем банан, протыкаем. Вот так вот, оп. И смотрите, что получается. Берем вот так вот. Опа. И вот такая вот штука получается. Классно, да? Frozen йогурт. По факту это замороженный йогурт, но вообще я это воспринимаю как мороженое. Смотрите, есть ванильное, шоколадное, манго и клубника. Я фанат ванили, поэтому не буду изменять себе и возьму ваниль. Смотрите. Ой, что-то я, не молясь, промахнулся. Какая тягучая штука. На самом деле, конечно, я неправильно делаю, потому что надо рядом держать. Да, блин, я сейчас тут все. Но зато она вкусная. Слушайте, там еще, оказывается, можно посыпку сверху такую вот насыпать. Круто. Я даже не знал, что мы пришли в сексу с десертами. Смотрите, здесь тирамису. И-то вон желе. Тут чизкейки несколько видов. Ну, в общем, просто. Тут реально все очень вкусное. Очень такое мягкое, нежное, сливочное. Прям, ну, десерты реально крутые. Ну и фондю я его уже показывал. Ну, тут всякие еще печенья. Американские, вон, Oreo. И вот крем-брюле. Очень вкусная штучка. Вот ее мы и возьмем. Ну что, друзья, как видите, вот это все. Сегодня же за 15 долларов и 95 центов. Это получается сколько? Это чуть меньше или чуть больше тысячи рублей? Чуть больше, да? Я не знаю. Напишите в комментариях. Я слышал, что сейчас в Москве, там, в Макдональдсе поесть. Какие-то тысячи рублей стоят. А здесь, видите, сколько всего. И нормальная еда. То есть, это не фастфуд. Ну, вот, смотрите. Принесли чек. Всего вышло 40 долларов и 57 центов. То есть, видите, тут два ланча. По 15 долларов и 95 центов. Итого 31 доллар. Потом я взял лимонад за 1.95. Настя взяла кофе за 2 доллара 95 центов. Итого 36.80. Налог. 3 доллара 77 центов. Итого 40 долларов. По поводу чаевых. У многих есть такое, на это, недопонимание по поводу чаевых. Как будто бы в Америке они, типа, чуть ли не обязательны. Если вы их не заплатите, никто с вами ничего не сделает. Вот здесь написаны рекомендуемые чаевые. Они, конечно, иногда наглеют. То есть, видите, типа, рекомендуют оставить от 15 до 20 процентов. Но вы можете оставить и 10, и 5 процентов, и 1 процент. Это вообще не важно. То есть, это только, ну, на ваше усмотрение. Само никакой обязаловки здесь, в этом плане, нет. Ну, все, вышли мы из буфета. В общем, с типами, с чаевыми. Получилось 45 долларов. То есть, я около 5 долларов оставил чаевых. И все, мы, естественно, все не съели. Мы съели, наверное, процентов 50 из того, что мы положили на тарелки. Вот расскажи, как вообще тебе такой формат? В заведении, и как часто мы туда ходим? И вообще, кто туда ходит? И зачем они нужны? Да, ходят люди с детьми. Потому что очень удобно выбирать. Потому что ребенок ест всего по чуть-чуть. Вот с Соней мы сегодня пришли первый раз. Наверное, больше, чем за полгода. И она так подросла, что она бегала, она себе выбирала все, что она хочет. Конечно, она всего по кусочку там откусила. Но зато она была занята вот этим вот выбором. И с ребенком, конечно, очень классно. Потому что если ты идешь в обычное кафе, то ты можешь заказать ребенку, он из этого ничего не съест. А так, и ты потратишь там 13 долларов. А так мы даже стоили за нее не заплатили. Потому что там такая система, если у тебя ребенок ниже по росту, там их какой-то определенной отметки, то он бесплатно ест. Где-то там примерно, мне кажется, метр 10. Вот. И она кучу всего там поела по чуть-чуть. И прекрасно вообще мы провели время. Совершенно она нам не мешала все снимать и самим кушать. Да. В общем, друзья, напишите в комментариях, как вам такой формат заведений. И хотите ли вы, чтобы мы вам показали еще другие заведения подобного формата или вообще больше разных ресторанов в Америке, вы хотите посмотреть, мы это все сделаем. Все, друзья, подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Поставьте видео, лайк, поделитесь им с друзьями. И увидимся в следующих роликах. Ну и не забывайте, что если вы хотите поехать в Америку и приехать во все эти рестораны самостоятельно все попробовать, то наш визовый центр может вам в этом помочь. Тем более подписчикам действуют скидки. Поэтому ищите ссылку на наш сайт в описании, читайте отзывы и оставляйте заявку. Все, друзья, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok